4 ияра по еврейскому календарю, накануне праздника независимости Израиля, отмечается День памяти. В Йомазикарон чтят память солдат армии обороны Израиля, погибших в войнах или при исполнении обязанностей полицейских и представителей служб безопасности, а также жертв терактов. В день траура еврейского народа прозвучала мемориальная сирена, которая на несколько минут остановила жизнь городов и поселений Израиля. Сегодня министр обороны Авикдор Либерман принял участие в церемонии Дня памяти на армейском кладбище в Тель-Авиве. В своей речи министр отметил, что в этот день траура, когда весь израильский народ, охваченный горем и болью, вспоминает своих сынов и дочерей, которые отдали жизнь за возрождение государства. Кандидаты в президенты Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен почтили память жертв Холокоста. Они приняли участие в мемориальных церемониях, приуроченных к отню памяти депортированных, которые состоялись по всей Франции. Марин Ле Пен в этот день отправилась в Марсель, где вместе со всеми возложила цветы к памятнику жертвам депортации. В этот же день Эммануэль Макрон посетил мемориал жертвам Холокоста во французской столице. По последним оценкам французских историков, число депортированных из Франции в лагеря смерти в годы оккупации составило около 100 тысяч человек. Дни Москвы в Израиле стартовали в Нетании. На площади у монумента Победы Красной Армии над нацистской Германией собрались ветераны войны, представители правительства Москвы во главе с министром, руководителем департамента внешнеэкономических и международных связей Сергеем Черемином. В своем выступлении он подчеркнул, что дни Москвы на этом месте открываются не случайно, потому что прежде всего мы хотели бы низко поклониться нашим ветеранам, ведь именно они дали нам возможность стоять под этим голубым небом. Молодежный клуб Стмеги приглашает принять участие в шествии «Бессмертный полк», которое состоится 9 мая на Красной площади. Активисты поставили задачу собрать в единое целое информацию о героях Второй мировой войны. Для участия необходимо заполнить анкету на сайте stmegi.com и поделиться данными о ваших близких участниках войны. Об этих и других новостях вы можете узнать на сайте stmegi.com. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.